Третий год подряд с начала Моттепели наша съемочная группа приезжает к пенсионерке Евгении Сизовой в гости. У женщины течет с потолка, ручьи из года в год все сильнее, крыша над квартирой все более худая. Не текло, а прямо шел дождик. У меня даже вон приятельница, муж приходил, говорит, помощь какая нужна. Прям вот в маленькое текло, прям дождем. Прям не успевала относить ведра, ведрами воду носила. Нижних предупредила, пол весь спучила. Там узел электрических проводов, выключатель, закрываю, закрыть не могу. Палкой засовывала пленку. На стенах черная плесень, на полу тазики. В таких условиях пенсионерке предстоит встречать весну, да и осень. Она так живет уже без малого 20 лет. Жалуются на протечки жильцы всех квартир крайнего этажа. На крышу они лазают регулярно, следят, что там и как. И прогноз неутешительный. Все течет, все сырое, балки все влажные уже отходят. Это вот дерево-то. Деревянные же тут перекрытия деревянные. Улицу видать. Там вот наклонишься и прямо видать улицу. Где кладка, там вот такие вот... Вываливается. Да, вываливается такая щель. Вся стена намокла аж до конца первого подъезда. Благодаря и нашим репортажам в том числе текущий ремонт провели. За него отдельной строкой выставили счет. Весь дом исправно платил. Качество сделанного, правда, вызывает сомнения. Ну не можно на 60 сантиметров закрыть 25 сантиметрами железа, которого надо приделать на герметик, на клей, к шиферу, к худому. Ну какой же это ремонт? А мы целый год весь дом платили денежки. За ремонт это заплатили, целый год платили. Вся стена сырая, обои отходят уже. Вот. И на кухне сидим без света, боимся. Там течет у нас потолок этими панельками, туда вода затекает. И муж вытащил эти вот, свет залировал. Сидим без света, боимся, замкнет, ведь загорится. Управляющие компании регулярно меняют названия. Жалобы на них писать только успевай. Так и здесь. Сначала была ЖЭО номер 6, а теперь ООО «Калинка». В 2017 году, в апреле-мая, данные обращения были предметом рассмотрения службы. Службы по итогам неплановых контрольных мероприятий в адрес управляющей компании было выдано два предписания с различными сроками устранения нарушений, и в том числе связанных в связи с ненадлежащим содержанием кровли. В ходе контрольных мероприятий службы было установлено, что вмененные предписания нарушений были устранены. Капитальный ремонт впереди. Работы начнутся в октябре 2019-го. А пока терпите, считают в управляющей компании. Долги за домом большие, квартир в нем мало. Тратить лишнее на латание дыр малоэффективно. Денег нет, но вы держитесь. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.